Люди задают вопрос, кто я? Кто я? С детства, когда человек, я верю, начинает что-то понимать, в какой-то момент ребенок начинает, должен понять, кто он. Или озвучивает он этот вопрос, или нет. Но эти процессы происходят у него в голове. Подростки думают об этом. Взрослые люди, взрослеют, люди среднего возраста задают вопрос, кто я? В какой-то момент вы смотрите, что человек вроде все так, как-то жил нормально, нормально, и где-то в районе 50, вдруг он покупает красный корвет. Почему? Кто-то смеется, и жена мужа толкает. Почему? Потому что человек задал себе вопрос, кто я? И он понимает, что я прожил пол жизни, и что там я должен показать, что что-то я достиг. Кто я? Я успешный. Кто я? В конце своей жизни люди задают вопрос, кто я? И смотря в вечность, они задают, кто я? А кто я? Вот этот кризис, момент, этот вопрос, он у каждого из нас будет или приходит постоянно. Я задаю себе вопрос, кто я? Я отец, я муж, я служитель, я работник, я начальник, я спасенный, я мужчина, я сын. И сегодня желание моего сердца, чтобы каждого из нас пришел этот кризис, вопрос, с которым мы столкнулись сегодня утром. А кто я? А кто я? А кто мы? И это тема моей проповеди. А кто мы? А кто мы? И чтобы в конце этого служения мы осознали и подумали по-новому, посмотрели, кто мы есть. Кто мы есть. Потому что люди ищут ответ на эти вопросы в разных вещах, в образовании, в месте, где они живут, в городе, в работе, в количестве денег, в машине, в семейном статусе. Ну, в разных вещах люди пытаются найти ответ на этот вопрос. Иногда они его находят, он их не удовлетворяет, и они выдумывают сами себе, кто они есть. Вы можете, потому что не надо далеко смотреть, посмотрите на новости. Не говоря о половой ориентации и так далее, люди выдумывают сами себе, кто они есть. Несмотря на истину. Почему важен этот вопрос? Потому что, исходя от того, как мы думаем о себе, мы так будем и поступать. Что ты думаешь о себе, так ты будешь себя вести. Если ты думаешь, что ты начальник, ты будешь вести себя как начальник. Если ты помнишь, что ты отец, ты будешь вести себя как отец. Очень важно думать, а кто мы? Я хочу предложить вашему вниманию два выражения, которые дает Иисус Христос, определяя нас, кто мы есть. Откройте, пожалуйста, в вашей Библии Евангелие от Матфея, пятая глава. Название проповеди или тема проповеди. А кто я? А кто я? Кто мы? Кто мы? Пятая глава Матфея. Открывайте, пожалуйста. Вначале, где мы находим эту историю? Написано это. Это начало Нагорной проповеди. Самая длинная проповедь, учение нашего Господа Иисуса Христа. Не только она самая длинная, но она и самая первая. Первое учение, которое Иисус Христос сел и учил. И написано, что Он, поднявшись на гору, приступили к Нему ученики, и написано, что Он учил их. Иисус поднимается, поэтому называется Нагорная проповедь. И Он садится и начинает учить учеников. И Он начинает говорить им о Царстве Небесном, и говорит о блаженстве Царства Небесного. Он говорит о благословениях и говорит, вот так вот выглядит успех или благословение, или счастье в Небесном Царстве. Это первые 12 стихов. Блаженны те, блаженны те, блаженны те. И потом Он переходит, и Он говорит теперь, как это выглядят люди, которые живут в этом Царстве. Какая у них природа, какая у них identity или идентичность, кто они. И Он отвечает на вопрос, а кто мы. И Он им говорит, первая мысль такая, Он говорит, вы соль земли. Смотрите, с 13 стиха, вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаете ее соленой? Она уже ничему не годна. Как разве бросить ее вон на попрание людям? Христос первое говорит, смотрите, если вы уже в этом Царстве, вы должны знать, кто вы есть. Кому Он обращается и говорит, вы соль земли. Кто это? Чем быстрее будете отвечать, тем я быстрее закончу. Кто вы? Ученики. Это 12 мужчин, которые сидели перед Ним. Но там же была и толпа, там же был и народ. И Он говорит, смотрит на учениках. Запомните, Писание всегда разделяет ученики и народ. Всегда. Христос говорит, кто были ученики? Ученики – это те, которые поверили в Иисуса Христа и посвятили Ему свою жизнь. И они всегда были с Ним. Это посвященные люди. Знаете, кто народ? Народ – это все, которые остальные. Это все, которые приходят на собрание. Всегда. Их кормят. Они накормлены. Они исцелены. У них все хорошо. Они заинтересованы. Им интересно петь. Интересно быть с другими христианами. Но они непосвященные. И это большая разница. И когда было трудно, ученики остались. А народа не было. И вот он обращается к ученикам и смотрит на них и говорит, вы – соль земли. Вы – соль земли. Нас двенадцать. А кто мы такие? Да мы просто мы мытари. Мы рыбаки. Мы просто рабочие. У нас даже мозоли еще на руках. Мы только вот рыбу ловили. Мы только с тобой начали ходить. Вы – соль земли. Заметьте, он не говорит, вы будете – соль земли. Я проверил, в английском тоже не написано, что будете. Это шутка. Он не говорит, вы – я вас сделаю – соль земли. Он не говорил, что постарайтесь быть солью земли. Постарайтесь сделаться солью земли. В чем он говорит? Вы – соль земли. Это не говорит о действии, о поведении. Это говорит о чем? Это о человеке. Что я тебя уже сделал. Это естество. Это твоя природа. Ты – соль земли. Мы – да мы никто. Да мы не раввины. Мы не учителя. Мы не постаря. Мы не служителя. Мы не родители. Нет, не родители, не постаря, не служителя. А кто? Вы. Ты. Независимо, сколько тебе лет, с какого ты возраста, ты есть соль земли. Так говорит Христос. Почему соль? Соль имела три таких применения. Больше. Я коснусь только трех. Первое. Соль использовалась как сохранитель. Сохранитель. Что они сохраняли? Они сохраняли мясо чаще всего. Использовали, чтобы засыпать мясо, чтобы оно не разлагалось и чтобы оно не портилось. До того, как придумали холодильники и все такое, пользовались солью для сохранения. Второе. Соль – это была специя. И оно влияло на вкус. Соль используют для приготовления. И соль, если добавляешь в разное блюдо, оно вызывает разные другие вкусы. Оно может погасить горечь, может вызвать сладость. Кстати, я не знал до этого, до того, как готовился к этой проповеди, что оказывается, соль пользуется для того, чтобы делать мороженое. Почти в каждом морожене есть соль. Потому что оно вызывает другие чувства, другие вкусы, вкусовые качества. Соль приносит вкус. Это специи. И третья такая вещь, которая, опять, много есть других, я просто хочу коснуться троих. И третья. Соль была, как использовалась для удобрения. Для удобрения. Христос в Луке написано, Он говорит, когда соль потеряет свою способность, то она даже непригодно написана не в землю, извините, не в навоз. Почему? Пользовались, когда много, если много бросить соли в землю, это плохо. Оно убьет. Ну и чуть-чуть соли и минералы, которые в соли находятся, они дают пользу и дают минералы, необходимые для растений расти. И плюс в навоз, если ее ложат, оно помогает разложению навоза, что где минералы и все такие, скажем, хорошие качества, которые нужны, они тоже разлагаются быстрее и помогают цветам и растениям расти. Соль приносит также пользу, как удобрение. И вот Христос говорит, если соль, чем потеряет свою силу? Он говорит, вы вот эта соль. И если она потеряет свою силу, чем ее сделаешь соленой? Возлюбленная, как может соль потерять свою силу? Я хочу предложить вам два вида или две причины или два способа, каким образом соль может потерять силу. Первое, это когда соль теряет свою силу. Когда добывают соль, ее добывают из шахт. Это солевые шахты, залежи. Их добывают из земли. И она выходит оттуда во в камнях. Большие груды, их разбивает намельче, намельче. И вот когда соль, и она разных цветов бывает. Розовая, синяя, зеленая, разная, белая. Она не такая беленькая, как в наших солянках, знаете, уже такие крупинки. Для того, чтобы она дошла до этого состояния, очень огромный процесс проходит до этого. Ее не собирают, как песок. Ее крошат, ее раздавливают. И вот когда соль добавляют, в соли, говорят, может достичь, вот когда в сырой форме ее. Кстати, когда Христос говорил, соль земли, ученики не сидели и не представляли соль в солянке. Правда? Это были камни. И в них есть смесь. Говорят, до 90 разных других элементов можно найти в сырой соли. И вот когда соль теряет свой вкус, свою способность, когда в ней слишком много других элементов, она теряет свою сольность, соленость. И когда мы добавляем в Евангелие, мы добавляем в нашу веру много других вещей, возлюбленная церковь, есть опасность потерять свою соленость. Когда слишком много экстра другого, чем чистое Слово Божие. Как еще цель может поменять свою соленость? Вернее, потерять свою силу. Как? Еще когда она остается в солянке? Что я имею в виду, возлюбленная? Соль не может солить соль. Она не имеет силу. Она не имеет эффекта. Когда соль остается в солянке, соль касается, никакого не происходит эффекта. Соль сделана для того, чтобы касаться другие тела, вещи, которые не являются солью, и чтобы на них влиять. Тогда она имеет силу. А когда она сидит просто в стакане, или она просто в солянке, или просто в мешке, или она просто в банке, она не имеет никакой силы. Возлюбленная, когда мы находимся в нашей солянке, в какой солянке мы сидим сегодня, дорогая церковь? Мы призваны, вы, Христос говорит, вы, соль с земли, не сидите в солянке. У вас есть цель, у нас есть призвание идти и влиять на мир, который не является солью. Соль не может солить соль. Мы призваны солить вокруг нас. Но не так не насолить, не насолить, но солить, но влиять. И мы не должны прятаться в нашей церкви, в нашей малой группе, в нашем сообществе, в нашем доме, в нашей христианской школе. Не прячьтесь, выходите за стены, и тогда соль не будет терять свою силу, а будет иметь свой эффект. Ничего плохого против этого, но иногда мы слишком много запрятанный. Если цель потеряет свою силу, она может потерять, вернее, написано, что она не годится, она, разве она не годна, ни к чему не годна, разве выбросить ее вон на попрание людям. Интересно, Христос говорит, это не предупреждение, это довольно-таки большой ультиматум. Это больше, чем предупреждение. Или ты способный, или ты гравий. Или ты соленый и солишь, или ты просто гравий, по которому все ходят. Иногда я думаю, почему христиане не имеют авторитета в этом мире? Почему христиане, некоторые церкви, не все, но есть люди, некоторые церкви, никакого уважения к ним нету, что говорят христиане. Я думаю, может быть, потому что мы потеряли свою соленность. Мы не влияем на этот мир. И люди просто топтутся по нам. Ни на что не годно, как только на попрание людям. Три практических вещи, три практических проявления. Как быть солью? Я соль земли, когда я сохраняю. Я соль земли, когда я сохраняю. Что это значит? Когда я сохраняю то, что Господь говорит. Законы Божьи. Возлюбленные. Иногда люди говорят, ну, знаешь, вот, мир разлагается, и мое прошлое такое, и мои родители, и моя семья, и так далее. Дорогие мои, грех должен остановиться на нас. Пусть все делают. Пусть была такая история. Пусть это семейное. Пусть это что? Пусть это общество. Не важно что. Я сохраняю Божью святость. Я соль земли. И я сохраняю. Я сохраняю Божье имя. Я сохраняю Божье присутствие. Божью культуру. Возлюбленные, я хочу вот что сказать. Что да, со дней Адама до сегодняшнего дня мир ухудшается. И лучше не будет. И иногда кажется страшно. Мы пытаемся в Америке что-то поменять, какие-то законы, президенты, выборы, политика, школы и так далее. Да, Бога выгнали их со школ. Но, дорогие мои, мы не должны рассчитывать на политиков сохранять праведность. Мы не должны рассчитывать на президентов сохранять праведность, на учителей сохранять праведность. Возлюбленные, кто должен сохранить праведность? Мы. Мы соль земли. Мы сохраняем. Мы сохраняем. И не надо бояться. И кажется страшно, и кажется темно, и кажется все так сгнило. И то, смотри, смотри, как те делают, и смотри на Олимпиаду, и смотри на пятое, десятое. Да, нет ничего нового под солнцем, возлюбленные. Но мы не должны бояться, потому что почему-то в своем суверенитете, в своей силе, в своем предузнании Бог решил тебе родиться именно в это время. Для этого тебе Бог дал жизнь. Не для того, чтобы мы боялись, а Он именно создал вас, дорогие молодые люди, и взрослые, и все, которые живут в это время. На этот отрезок истории Бог создал тебя, чтобы ты был солью. Чтобы ты был солью. И это работает. И политика никогда не сохранила праведность. Политика никогда не сохранила церковь. Но что? Это были христиане, которые поняли, что кто мы? Мы соль земли. И мы сохраняем. И я не рассчитываю ни на какого президента, и ни на какого губернатора. Это я сохраняю. Мы соль земли. Второе. Соль земли. Я соль земли, когда я приправляю. Когда я приправляю. Что я имею в виду? Когда я приношу приправду. Слово Божие говорит так. Да будет слово ваше, что? Приправлено чем? Солью, благодатью. Дорогие мои братья и сестры. Начну с мужей. Дорогой муж. Когда ты говоришь с твоей женой. Какое у нее остается приправление? Какой привкус после тебя? Дорогая же сестра, жена. Какой привкус у твоего мужа после того, как ты ответила на его телефон? Дети, какой привкус у ваших родителей, когда вы ответили им в текст месседжи или не отвечаете им? Родители, какой привкус у ваших детей? Все начинается с дома. Соль сохранять в доме прежде всего. Третье. Я соль земли, когда я удобряю. Истина в том, братья, дорогие мои сестры. Удобрение. Соль нужна и там. Даже в самом вонючем. В самом неприятном. В самом тяжелом месте. Нужна соль. И Бог иногда посылает нас, не так ли, в места и в нашу жизнь переживания, которые, ну извините, ну хуже навоза. И не знаешь, или ты сам это сделал, или тебе кто-то это сделал. Но ты в ситуации. И вот вопрос. А как реагирует на это соль? Она приносит жизнь. Она не приносит страх. Она не пугает людей ураганами, не посылает там на смс-ки или на соцсетях самое страшное, самое плохое. Нет. Она приносит надежду на живого Бога. Это что делает соль? Когда я соль земли, я удобряю. Я делаю вещи лучше. Второе выражение, которое Христос встречает на вопрос, кто мы, утверждение, которое делает Христос. Он дальше продолжает смотреть на учеников и говорит, вы свет мира. Не может укрыться гора, стоящая наверху горы, и зашедший свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечники, и она светит всем доме. Второе утверждение, которое делает Христос, он говорит, вы не только соль земли, но второе, вы свет миру. Вы свет миру. Опять, свет миру мы, мы не образованные, у нас плохое прошлое, у нас мы разбитые, мы грешные, мы уже свет миру. Да. Мы все свет миру. И потом он делает два примера. Первый пример, он говорит, город, когда придумал архитектор, когда планируют строить город, его ставят на вершину горы. Зачем? Чтобы его было видно, и он всех видел. Есть цель и намерение у города. Есть цель и намерение. Его не ставят и потом пытаются замаскировать как-то. Его строят, чтобы все видели, у него есть цель. Он для этого там стоит. Его нельзя назвать секретным, если его поставили на горе. Секретный город никто не ставит на горе. И вторая вещь, он говорит, есть еще свечи маленькие, которые зажигаются, и их не ставят под стол. А куда их ставят? На светильник, на подставку. Чтобы все видели. И написано, чтобы оно сияло всем в доме. Возлюбленные, свечи не зажигают, чтобы они светили, ну, избранным. Или чтобы они светили другим свечам. Или чтобы свечи светили только тем, у которых одного же, тоже цвета воск или кожа. Или которые свечи не зажигают. Свеча не должна светить только тем, которые говорят на ее языке. Свеча не должна гореть только тем, с одной, с их общей политической партией. Написано, что свеча кому светит? Всем в доме. Никакой дискриминации, никакого ограничения. Возлюбленные всем, 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 всем. Есть цель, намерение города. И есть эффект, который безограниченный, без дискриминации. Вот так должен Игорь. Иисус говорит, так, да, светит ваш свет перед людьми. Как? Как город, который нельзя спрятать. Перестаньте прятать. Перестаньте прятать. Он говорит, так, да, ваш свет, вы, мы контролируем наш свет. И потом говорит, как свеча, которая светит всем, не дискриминирует. Независимо от вашей соседей, сотрудники, школьники, друзья. Каждый человек, с которым мы встречаемся, мы должны посвятить ему. Иногда мы так светим, что люди не хотят, что люди ослепают от Евангелия. Как ты светишь сегодня? Кому ты светишь? Выбираем ли мы и одеваем какие-то коробки на наш свет и выбираем, кому наш свет будет подходить, а кому-то нет? Всем. Независимо, кто он или откуда он и как долго он живет в Америке. Написано, что и светит всем, и так да светит ваш свет перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Интересно, что перед кем должен светить свет, написано в этом писании. Перед кем? Перед кем? Перед людьми. Написано, перед людьми. Кто люди? Кто это? О ком речь? Это люди, которые... Это не ученики. А ученики не люди? Это вопрос простой. Людям внутри. Знаете, он говорит, что я хочу, чтобы все люди стали христианами. Он говорит, да, я сначала хочу, чтобы все христиане стали людьми. Это потом дойдет, может завтра. Смотрите. Видите, Христос говорит, измерительная мерка, измеритель и люмин нашего света, это мир, который смотрит на нас. Это не братья и сестры, которые сидят со мной вместе рядом в церкви. Это не братья и сестры твои, которые в малой группе говорят, о, молодец, какой у тебя классный фонарь, как у тебя свеча классная горит. Не-не-не-не, это не они, это не пастырь, который говорит, брат, ты так хорошо светишь, молодец. Нет-не-не, он не мерка. Он не мерка. А кто мерка? Люди, которые не знают Бога. Они смотрят на твою жизнь, они смотрят на мой свет, и они говорят, вау, это только мог сделать Бог. Вау, это только мог сделать Бог. Я даже не могу себе представить, как ты мог так сделать. Как ты можешь так прощать? Как ты можешь так любить? Как ты можешь так забыть? Как ты можешь так встречаться? Как ты можешь это сделать? я не могу я знаю как ты себя раньше вел я знаю где ты был до того как ты узнал христа я знаю какая твоя жизнь была в разруке и теперь я смотрю где твоя жизнь сейчас я не могу понять я знаю что это не твои силы а это только бог вот это что говорит христос они увидят вас и скажет вау да будет прославлен твой бог вы скажете знаешь но они же ничего не знают об иисусе христе они не знают библию церковь не ходили в этом весь смысл весь этот смысл что люди которые ничего не знают о боге ничего не понимать не знать не библии ничего они единственные могут ответ привести своей голове что это только бог настолько наш свет должен сиять что-то только бог мог это сделать и написано чтобы они что видя ваши добрые дела прославили кого вас отца вашего небесного слава вся богу так три прекрасных проявления как быть светом первое как против на практике быть светом божьим свету миру я свет мира когда я приношу божий взгляд я свет миру когда я приношу божий взгляд знаете некоторые люди думаю так что но я так тоже раньше думал но я поменял свое мнение что свет и тьма свет это добро тьма это зло я поменял свое мнение почему свет это свет это понятно вот здесь я включенный тьма это просто отсутствие света потому что зло и зло а тьма есть тьма и вот когда включается понимаете когда темно я не вижу где обрыв где ступеньки я не знаю и когда темно я могу споткаться я не знаю где тепло где добро и где зло где ступеньки где обрыв когда включается свет я тогда знаю где ступеньки где обрыв что добро и что зло но тьма не обязательно зло тьма это просто невидение и незнание что есть добро и что и и так вот я верю что когда мы свет миру мы должны приносить божию правду в ситуацию включать божий свет чтобы люди видели что есть добро по-настоящему что и зло включать божию перспективу божий взгляд на ситуацию на предмет или на вещи которые происходят чтобы сказать да это правда это плохо это хорошо когда я свет миру я приношу божий взгляд на всю ситуацию своей жизни и жизни которые людей которыми я встречаюсь дети а что бог об этом говорит папа я не знаю как поступить а как ты думаешь что бог говорит об этом второе когда я свет миру я не только приношу божию ситуацию это прежде прежде всем как я могу принести божию перспективу или божий взгляд на ситуацию я должен знать что говорит его слово божие не так ли это уже знаете о чем как говорит библия потому что как мы можем привести осветить божий свет на ситуацию если мы не знаем что библия говорит потому что иногда люди хорошие добрые и доброжелательные они думают что они приносят божий свет на ситуацию они думают что говорят такой христианский такой жаргон жаргон есть и вот как будто она звучит духовно и христианский но она не библейская например давайте пару примеров я вам скажу по приведу ну давайте с легкого например ну что насколько мы знаем библию сколько мудрецов было на рождество почему а почему три все говорят не написано что три было три подарка почему три почему так говорят три подарка но не библия не говорит почему мы ставим когда мы украшаем на рождество я не знаю у вас украшает или нет но ставят и но пастухи маленький иисус и волхвы тут рядом ну ребята если волхвы и пастухи здесь то волхвы должны быть через дорогу где-то потому что два года они шли и пастухи волхвы не были в этот момент в яслях мы ставим их вместе ладно это такое легенько и иона проглотил кита кит проглотил иону я просто проверяю если вы слушаете кит есть такой библии нету не написано такое если мы хотим быть свет миру возлюбленные мы должны знать слово божье давайте такой береженого бог бережет слышали библейское выражение звучит да так более мне кажется ну там бог как бы вставлен найти кого бог бережет написано боящихся его написано написано что бог любит уповающим на милость его и над боящимся ока его вот кого он бережет они береженного как насчет этого мы все дети божьи слышали такое мы не все дети божьи вернее не все есть люди дети божьи библия так не говорит деньги корень всех зол кто слышал такое выражение деньги корень всех зол библии так не написано любовь к деньгам корень всех зол а деньги не нейтральны деньги и не хорошие неплохие все вопрос вопрос чего вопрос сердца ибо корень всех зол есть серебро а такое давайте если давай немножко еще глубже слышали такой люди говорят у него трагедия горесть ему говорят все к лучшему что не случается это к лучшему библия так написано или нет кстати все что я говорю это нет это вам сразу не написано не написано знаете как написано что бог потому что не все в жизни случается к лучшему мир разбит испорчен грехом зло работает оперирует и люди случае вещи случаются потому что они случаются но вот что библия говорит что бог может все обратить во благо к лучшему для всех или нет любящим его и призванным по его изволению все бог может обернуть ко благу есть разница что мы говорим людям какую мы перспективу божию приносим можно еще парочку бог нам не даст сверх сил слышали такое бог не дает сверх сил знаете те которые прошли когда сверх сил это самое худшее что вы можете им сказать библия написано так и люди которые говорят они чаще всего думаю это стихе которая написана что а когда говорит об искушении что когда искушение к греху подходит вопрос вот в искушение к греху бог не даст больше чем бы бы сверх сил но бог попросткает вещи в нашей жизни которые сверх сил чтобы я пришел концу самого себя чтобы я понуждался в нем и перестал рассчитывать на свои силы на свои способности на свои финансы на свое еще что-то на себя но чтобы я полностью положился на него именно тогда но сверх сил и бог дает сверх сил для того чтобы раздавить нас чтобы написано что сокрушенного духа бог близок сокрушенному духу чтобы сломать нас и быть близко с нами чтобы мы бежали к нему люди думают что они приносят взгляд божий давайте последние две еще я все могу выкрепляющим себя иисусе меня иисусе слышали такое слово все могу да люди берут и пользуются им неправильно они думают что это какой-то силовой такой стих я все могу я могу сдать экзамен не учившись я могу помимо поремонтировать машину просто смотря на youtube я могу забить любой гол не тренируясь и люди пользуют как способен спортсмены часто этим пользуются все могу выкрепляющий меня иисусе это правильно или нет павел говорит так я могу когда он использует стих он говорит я могу все я могу жить в изобилии когда есть деньги и когда нету денег его более ситуациях я довольны мне параллельно есть они или их нет я довольны я достаточно я могу это делать я все могу выкрепляющий меня иисусе это стих благодарности они силовой какой-то стих возлюбленный если вы хотите быть свету миру если мы должны быть как свет миру мы должны приносить божию перспективу мы должны знать слово божье мы должны его знать что оно говорит и последнее практическое проявление приглашу группу проставления чтобы они проходили на сцену мы сейчас будем молиться возлюбленная последняя я прошу приглашу вас чтобы встали если вы можете пожалуйста последнее проявление как быть светом я свет мира когда я в божьей семье потому что знаете все что мы говорим о соли обо всем она все имеет представили смотрите что написано написано так дабы они видели ваши добрые дела и прославили не пропустите это место и прославили отца вашего небесного то что это место подразумевает что у тех которые дел у нас и которые делают добрые дела есть отец небесный есть отец небес возлюбленные мы не можем я вам так скажу вы не можете быть светом миру если у вас нет отца небесного ты не можешь быть солью ты не можешь влиять положительно ты не можешь влиять на этот мир ты не можешь приносить добро ты не можешь приносить свет и не можешь удобрять Пока, если у тебя не начнешь быть в Отце Небесном, пока не начнешь быть в семье Божьей, пока ты не начнешь и не станешь на колени перед Ним, ты никогда не сможешь быть солью и светом. Все начинается с того момента, когда ты избрал Бога Небесного своим Отцом. Когда ты встал в Его семью, когда ты поверил в Иисуса Христа как личного Спасителя, когда ты поверил в Его жертву за твой грех, свою нужду в Нем и стал Его детем, только тогда ты можешь ходить, написано, как чадо возлюбленное. Возлюбленные, через минутку мы будем молиться, и у вас будет возможность во время пения подойти наперед, чтобы за вас помолились. У вас здесь будут служители, будут пастыря, которые будут за вас молиться. Я молюсь сейчас уже в духе, я прошу, чтобы Бог начал говорить с вами. Я хочу просто одну такую маленькую иллюстрацию. Я сегодня утром, вроде видно, погладил сам свою рубашку. Для того, чтобы сам как бы никак за вас переживал, как за жену мою, чтобы она мне не сказала, чтобы я пошел в помятой рубашке. Погладил свою рубашку, вроде так нормально. Почему? Ну, надел ее, чтобы прилично выглядеть. Но согласитесь, что я больше, чем рубашка. Ничего не поменялось, когда я ее одел во мне. Я остался, кем я есть. Я остался, кем я есть. Это просто рубашка. Дорогие мои, каждое утро и сегодня, надеюсь, вы одели что-то, вы одели какую-то одежду, вы пришли на это место, вы хотите выглядеть прекрасно, вы хотите как-то выглядеть возлюбленное. Мы одели рубашку, но я верю, что мы одеваем настолько много больше, чем просто наша одежда. Каждый день. Каждый день мы принимаем на себя, одеваем какое-то свое понимание. Отвечая на вопрос, кто я есть, мы одеваем на себя что-то. И говорим, я бизнесмен. Я отец, я муж, я образованный человек, я начальник. Это просто рубашка, возлюбленный. Это только рубашка. Это не те, кто ты есть. Христос говорит, вы соль земли. Вы свет миру. Я имею для тебя назначение, я имею для тебя предназначение, я имею для тебя цель, я имею для тебя задачу. В этом мире я на тебя другими словами рассчитываю. Что ты оденешь сегодня? Во что ты оденешься? Будешь ли ты ходить сегодня в том, что говорит о тебе Христос? Или ты будешь ходить в том, что ты сам себе говоришь? Каждое утро, смотря в зеркало. Дорогие мои, я хочу вам сказать, вы не одежда, которую вы носите. Вы не работа, которая вы работаете. Вы не машина, на которой вы ездите. Вы не дом, в котором вы живете. Вы дитя Божье. Вы не деньги, которые вы зарабатываете. и вы не деньги которых у вас нет вы не макияж который вы одеваете каждый день на себя вы не разочарование вы не потеря вы не боль бог говорит ты больше чем это ты соль земли ты свет миру во время молитвы во время пения подумайте о том господь что мне нужно снять и положить здесь такую неправду какую рубашку я одеваю каждый день я ношу я с собой и думаю что я это есть как и что мне нужно подобрать и подумать о себе о том правду которую ты говоришь обо мне подумайте о чем и выходите наперед мы хотим за вас молиться мы хотим вас благословлять мы хотим вам помочь чтобы дух святой помог вам оставить то что вы думаете о себе неправду и одеться в правду слово божие если вы смотрите на интернете так же сама в этот момент мы молимся чтобы дух святой касался ваших сердец что тебе нужно снять какую рубашку это только рубашка это не то кто то есть дорогой господь говорит нашим сердцам дух святой работы в наших сердцах я благодарю тебя за слово твое которое актуально насущно сегодня я благодарю тебя господь боже мой что мы есть намного больше чем то кто мы думаем о себе господь я благодарю тебя господь что ты призвал каждого из нас быть твоими учениками господи но это не останавливаться на этом господь я благодарю тебя что ты избрал нас быть солью земли быть светом этому миру господь я прошу тебя господь помоги нам ходить в этой правде помоги нам ходить в этой истине господь дух святой работой покажи нам вещи которые мы одеваем на себя которые мы носим которые есть неправда вещи которые мы верим которые влияют на наше поведение господь помоги нам принять эту господь боже мой личность название того кем ты называешь нас мы соль земли мы свет миру господь я благодарю тебя за это благослови церковь твою и народ твой господь во имя твое